Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, с нами на связи. Дмитрий, приветствуем вас. Да, приветствую вас. На самом деле мы очень часто с вами эту тему поднимаем, и это тема не только прошлого года, о том, как путинская машина давит на своих же граждан. Мы просто видим определенно какие-то события, когда происходят. Мы можем вспомнить, когда российская ракета попала в многоэтажку в городе Днепро, когда люди в разных городах Российской Федерации выходили для того, чтобы, скажем так, просто высказать свое сочувствие. Их даже задерживали. А сейчас мы видим, мы не будем показывать этот плакат, я думаю, многие так его видели, когда девушка вышла и поздравляла милых дам, и мы об этом сейчас говорили в нашем материале с 8 марта, но этот плакат, он очень такой многоговорящий, я бы так озвучила. Но все равно мы с вами в финале, Дмитрий, приходим к тому, что путинская машина будет продолжать давить своих же граждан. В итоге к чему может это привести? У меня только один вопрос для начала нашего разговора, для затравки. К чему это может привести, что ни один человек не выйдет на улицу? Мне кажется, нет, все равно будут те, кто будут находить какие-то завуалированные варианты и версии, и писать на плакатах абсолютно что-то другое, но подразумевать под этим свое несогласие с действиями Кремля. К чему это может привести, по вашему мнению? Ну, безусловно, конечно, всегда найдутся люди, которые будут выходить. Но надо понимать, что когда такие люди выходят с плакатами, выходят на какие-то протесты, пикеты, митинги, ну, в основном, одиночные пикеты, они изначально понимают, что, скорее всего, они домой в этот день как минимум не вернутся, да? Либо на 15 суток, либо на 30 суток попадут куда-то в места, так сказать, лишения свободы. А некоторые могут уехать туда лет на 10, например. То есть, конечно, никаких массовых протестов в этих условиях быть просто не может, потому что Россия больше не является авторитарной страной. Россия — это уже тоталитарная страна, диктатура, где они только за плакаты, за выход с плакатами сажают. Вот буквально недавно был случай, когда в Краснодаре пара сидела в ресторане, муж и жена. Ну, вот за частные антивоенные разговоры они были арестованы, их положили лицом в пол, и мужа арестовали на 12, по-моему, или 13 суток. Был случай, когда за статус в WhatsApp, представляете, вот напишем, что в сети занят, у него было написано «Glory to Ukraine», а может быть, кстати, не на английском, может быть, на каком-то там языке, даже не на русском. «Слава Украине». И ее задержали, ее оштрафовали, поэтому власть уже все, она уже лезет в частную жизнь, в частные разговоры, борется со всеми подряд, уже с теми, кто, как уже шутят, антипутински улыбается. Поэтому в этих условиях, конечно, общество подвергается жесточайшему террору, уровень репрессий намного уже превышает, чем, наверное, тот, что существовал в андроповские времена, в Советском Союзе, когда тоже никакие там массовые выступления были невозможны, они сразу подавлялись, люди сидели в тюрьмах. Вот то же самое происходит сейчас, к сожалению, в России. И что может на это повлиять? Ну, исключительно только военное поражение Путина, когда значительная часть людей поймет, что Путин проиграл, проиграл, поражение никому не прощает. На этом фоне, скорее всего, начнется раскол элит. Вот. И только при наличии раскол элит выходы на улицу будут более безопасными. И в какой-то момент люди выйдут, когда почувствуют, что есть шанс вернуться домой. А вот такое действие путинской машины, да, ну, действительно, я всегда говорю, и вообще не с вами, что на самом деле это не история 2022 года. Репрессионная машина работала и задолго до полномасштабного вторжения, и до 2014-го против своих же граждан. И вы, Дмитрий, как те, кто на себе это тоже и почувствовали. Но вот сейчас складывается ощущение, да, вот есть пословица, хотя тоже спорят, чья это пословица, какой народности, но смысл все равно остается очень важным. Сгорел сарай, гори и хата. Вот такое впечатление, что сейчас и Путин так действует, понимая, что, ну, вот все, ситуация ушла в никуда, и она на самом деле неконтролируема. Поэтому, но еще же я могу вот подействовать внутри страны, и могу подействовать на вот такую вот шестиклассницу, которая там что-то написала, на того мальчика, который вышел, у него там была синий-желтая ленточка. Могу вот таким образом хоть на кого-то подействовать, и буду это заставлять делать свои правоохранительные органы, которые своими руками, да, берут эту бабушку и в автозак садят. Ну, то есть, когда ситуация, ну, уже доходит абсолютно до абсурдности. Это о чем свидетельствует? О том, что, ну, вот все ушло из-под контроля, либо же наоборот, все на самом деле под сильным контролем. О чем это говорит? Ну, конечно, под сильным контролем. То есть, когда берут бабушку, когда берут студента, когда берут девочку, это говорит о том, что принято решение, чтобы репрессии были непредсказуемыми. То есть, грубо говоря, что это означает? Ну, например, возьмем какой-нибудь год 2011-2011. Было понятно, что первым, кого схватят, это лидеры российской оппозиции. Значит, ну, там, с Навального, Гудков, Яшин, Немцов, там, и так далее. И для всех остальных, ну, по крайней мере, все остальные жили с ощущением безопасности, что если за ними и придут, ну, уж в последнюю очередь. Когда репрессии приобретают такой непредсказуемый характер, ну, никто не понимает, за кем придут. То есть, сегодня пришли за Навальным, завтра за Гудковым, послезавтра за Петей Ивановым, никому неизвестным, за девочкой, за студентом, ну, и так далее. И общество в этих условиях живет в ощущении страха. Когда прийти могут за каждым, и репрессии никакой логики не поддаются. Это четкое решение, да, здесь в этом нет ничего нового. Непредсказуемость репрессий, это как бы один из таких... Ну, то есть, уже есть опыт непредсказуемых репрессий, там, в 30-е, ну, вообще в советские времена и во всех диктатурах. Это все прекрасно понимают, что если ты хочешь держать общество в страхе, то твои шаги никто не должен просчитывать. Они должны иметь абсолютно непредсказуемый характер, совершенно непредсказуемый. Поэтому ты просто даешь полномочия силовикам, ты поощряешь любые репрессии. И, знаете, когда власть поддерживает репрессии, то здесь любой силовик начинает действовать в стиле лучше перебдеть, чем недобдеть. Да, лучше уж посадить невиновного, вот, чем выпустить на свободу немножко виновного. Потому что, если ты посадишь невиновного, с тобой никто ничего не сделает. Но если ты кого-то отпустил, то тебя уволят, накажут и так далее. Поэтому все начинают выпрыгивать из штанов и бежать впереди этого катка репрессий. Дальше это все по нарастающей идет. Заканчивается это обычной репрессиями против своих. Когда уже воевать будут против представителей элит. Ну, это когда закончатся активисты, оппозиционеры, журналисты, лидеры гражданского общества. Ну, значит, тогда они будут искать врагов внутри собственных рядов. Так это было. Как раз про ужесточение хотел спросить. Мы сегодня в нашем эфире упоминали решение Лукашенко. Там в ближайшее время расширяется, значительно расширяется список преступлений, как их считает режим Лукашенко, за которые полагается высшая мера наказания смертная казнь. Она действует в Беларуси, никто ее не запрещал, никакого моратория не было. По-вашему, насколько перспективно возвращение смертной казни в Российской Федерации? Это, на самом деле, большой вопрос. Потому что, когда принимается какой-то очередной репрессивный закон, я, в принципе, обычно на это даже не реагирую, потому что власть уже давно действует за рамками любых законов. Она нарушает даже свои собственные репрессивные законы. Но возвращение смертной казни — это опуститься на очередное дно, с которого постучали. И, с одной стороны, я знаю, что в элитах очень многие боятся возвращения смертной казни, понимая, что придут когда-нибудь и за ними. С другой стороны, есть общий тренд на ужесточение, общий тренд на закручивание гаек, общий тренд на изменение цены человеческой жизни внутри страны. Поэтому здесь могут и принять подобный шаг. Если это произойдет, то тогда Россия скатится еще на одну или даже на несколько ступеней вниз, хотя там этих ступеней уже практически не осталось. То есть это вероятно, но я знаю, что многие очень боятся как раз этого шага, многие в правящих элитах. Потому что, на самом деле, мы все прекрасно знаем из истории, 34-й год съезд победителей, а 37-й год практически все руководители, половина членов Центрального Совета репрессированы. И если будет возвращена смертная казнь, то ты можешь спокойно любого человека обвинить в измене Родине, ну вот такие статьи там. А это сразу вышка, да, это сразу, я не знаю, в каком виде это будет смертная казнь, может быть возвращена. То есть уже не будет возможности исправить даже ошибку какую-либо. Так что идет борьба, я знаю, внутри элиты. Спасибо, спасибо, что нашел время включиться к нам всегда. К сожалению, видишь, темы эти не заканчиваются. Да, они только продолжаются. Большое спасибо, что у тебя терпение есть и желание все-таки делиться своими мыслями на эти ужасные темы. Всегда рад. Спасибо большое. Дмитрий Гудков, политик, оппозиционер российский, был в нашем эфире.